мощная релюха для умного дома туя smart также может работать с google ассистант amazon алекса управлять голосовыми помощниками можно этим релей алиса и google помощником от магазина mumubis smart home рекомендую зайдите ознакомьтесь с ассортиментом очень классные цены и что главное продавец ответственный выходит с вами на связь всегда всегда понимает о чем ты его спрашиваешь и отвечает тебе адекватно это немаловажно при покупке при выборе товара на алиэкспресс и посмотрите какой очень классный ассортимент именно умных устройств все что тебе нужно кто я smart или же к вы линку ты там найдешь небольшая упаковка в комплекте может идти до датчик температурный вот он такой датчик который можно погружать его в жидкость он полностью защищенный использовать на улице и этот датчик будет управлять реле давать команду реле на включение на выключение в те сценарии которые ты будешь прописывать инструкция также немаловажно хоть и на английском языке но начальное подключение настройках хотя подключение простейшие посмотрим дальше подключение пульта дистанционного управления это реле также имеет встроенный радио модуль который может подключать пульты по 433 мегагерта то есть пульт у тебя домашний или же ты можешь заказать в комплекте 1 кнопочный там есть на странице продавца будет немного комплект дороже или у тебя дома валяется по 433 мегагерца пульт вот например 4 кнопочный ну одну из этих кнопок ты можешь задействовать на управление этим реле в пределах досягаемости а это частный дом квартира и полностью будет перекрывать через перестенки все это будет работать отлично краткие характеристики реле описаны уже на корпусе релюшки вайфай 24 гигагерца это реле по вайфай добавляется в приложение туя и удаленно ты можешь что хочешь что и делать включать выключать контролировать температуру в онлайне и даже кажется имеется и контроль энергопотребления того чего ты подключил к этому реле мощное реле 3000 ватт 16 ампер то есть 3 киловатт на и что-то в идеале двух два с половиной но я думаю уже показатели нормальные потому что 16 амперное реле установлено тестировали сейчас без без обмана китайцы все устанавливают и этим прибором ты можешь управлять нагреватель охладитель кондиционер тэн какой-то различные устройства несколько устройств можно вешать в пределе трех киловатт температурные показатели минус двадцать плюс восемьдесят здесь колодочки имеем и указано фаза 0 выход вход и фаза 0 выход такие вот классные прижимные контакты клеммки подключаешь вход на реле и выход на нагрузку также можно это вскрыть до реле открывается без вопросов крепление такое вот отверстие и нижнее такое вот отверстие также можно использовать кнопка добавления и сброса реле к заводским установкам и индикатор да и колодочка для подключения датчика температурного внутренности распайка дорожки но сборка нормальная сидит четко модуль там саму реле 16 ампер 250 вольт временное подключение на время теста сделал подключил на выход розетку в розетку включил лампочку которая вот на столе ну а здесь согласно полярности фаза 0 подключаю реле в розетку 220 смотрим за индикацией по идее если реле сброшено вот она уже готова к подключению на приложение приложение ту я smart проходишь регистрацию если еще у тебя ничего нету если есть просто открываешь список устройств и ожидаем скорее всего реле само найдется прошлое реле по крайней мере блочок из четырех реле я вам показывал сухими контактами то находилась само это не находится жму плюс добавить устройство ошибка сетевого подключения по идее девайс new девайс уже нашелся по bluetooth есть кстати и bluetooth да то есть это говорит о том что устройство по bluetooth находит смартфон приложение через bluetooth находит устройство кликаешь готова роутер 2 и 4 гигагерца и пароль от роутера которому хочешь привязать не удалось добавить так правильно же приложение предупреждала проблема сетью тайне что ты рассказываешь какая проблема сетью пошел глянул интернета нету просто нету интернета и все провайдер не дает интернет домашняя то сеть есть вай фай роутер раздает а доступа в интернет нету а устройства подключаются первое подключение идет через облака через облачный сервис вот теперь все интернет появился и устройство добавляется в один клик ты даже просто заходишь в список устройств и открываешь приложение и уже он добавлен все роутеры прописываешь 2 и 4 гигагерца пароль роутера вай фая все готово перешел в такой режим то есть этот индикатор наверное не светит температуры или успешно добавлено можешь сразу присвоить ему имя или же потом минус 20 градусов показывает потому что не подключен датчик температуры значит датчик температуры имеет кабель наверное где-то около метра и есть к нему еще 5-метровый удлинитель ты можешь отдельно его заказать его в комплекте нету с разъемами то есть ты можешь выносить этот датчик от реле на 5 метров подключаю смотрим изменения на приложении как это все происходит вот так все быстро произошло я хочу сейчас проверить просто быстроту действия именно реакции отклика вот этого вот датчика это немаловажно беру я его в руку смотрим за скоростью изменения температуры на приложении вот пошла меняться не моментально какая-то задержка есть но это нормально это нормальная задержка вот пошла меняться отлично работает классно потому что сталкивался я уже с такими релюхами когда данные по влажности очень долго менялись здесь вот происходит это все с небольшой задержкой но не моментально но это нормально все датчик вот такой вот на 5 метров вынес куда тебе нужно его на улице установил или же погрузил в жидкость все он работает релюшка подключена и вот ее веб-интерфейс я так понимаю можно сделать светлую картинку можно вот такую вот темную включаю лампа включилась и активировался светодиод светодиод включения также он отвечает там еще за некоторые моменты покажу дальше выключаю автоворк авторабота по датчику 2 температуры ты можешь устанавливать температуру при которой он будет включаться и отключаться порог ставишь значение можешь выставлять можешь ползунком регулировать и режим который ты задаешь или охлаждение или же нагрев и по-разному же будет реагировать зависимости от температуры будет в реагировать реле или включаться будет при этой температуре вот в режиме охлаждения или же выключаться в режиме нагрева и какой третий параметр а даже вот так здесь еще так можно еще и вручную его взять включать и выключать нажимая на физическую кнопку кнопка добавления на также включение и выключение калибровка температуры по времени задержка скорее всего еще дополнительные настройки такие вот есть и третий нагрев до нагрев и охлаждение если не нужно тебе автоматическая вот эта работа по датчику температуры ты можешь реле просто использовать как по времени таймер или же обратный отсчет ставишь по таймеру когда нужно во сколько нужно реле включилась автоматически включила нагрузку во сколько нужно выключила дистанционное управление понятно из любой точки мира взял смартфон и управляешь мониторинг температуры видишь не обязательно чтоб реле работало от него просто вместе установки датчика ты еще просто в онлайне контролируешь температуру далее что тут по дням по месяцам статистика до статистика вот будет тебе по использованным электроэнергии то есть подключил ты к этому нагрузку крыле и ты можешь контролировать сколько было использовано электроэнергии день месяц год на списке устройств вот так выглядит температуры и покажу показывает в онлайне также цифру температура также ты можешь включать и выключать эту релюху из списка устройств обратный отсчет можно ставить тут же на сценарии голосовые помощники поделиться устройством маски с членами семьи также можно у них будет в приложении в списке устройств в аккаунте будет вот это вот устройство с закрытой клеммной колодкой релюха выглядит вот так вот все защищено в общем-то все классно устанавливать можно стену на скотч на двухсторонний где тебе угодно там это устройство и устанавливаешь выглядит оно нормально аккуратно проводку провел возникнет у многих вопрос по поводу дальнейшего использования без вай фай в домашней сети вот сейчас я модем выключил остался только вай фай роутер который раздает вай фай ну и домашняя сеть выхода в интернет сейчас нету не у реле не у смартфона в домашней сети это все работает а вот если ты уже уйдешь удаленно включишь например мобильный интернет ну которого у меня здесь нету практически но уже достучаться до релюхи ты не сможешь потому что у нее нет выхода в интернет поэтому а вот тут я уже пишите свои комментарии я не знаю как это работает вай фай я выключил домашней сети нету скорее всего рядом по bluetooth это все происходит включил мобильный интернет выключаю мобильный интернет ну получается да получается все это работает сейчас здесь по bluetooth пишите свои комментарии я так не экспериментировал потому что в общем то не нужно было работать через интернет там как она работает главное что работает заходишь управляешь выключил теперь и bluetooth ну и соответственно уже все можно определить как работает реле включил bluetooth и сейчас работает ну и также будешь удаленно его отслеживать через вай фай и из любой точки мира кто-то здесь управляет дома физической кнопкой у тебя статус меняется ты видишь включена реле или нет и кстати где-то я не вижу но я думаю что возможно сделать настройки по приходу уведомлений такое вот устройство мощная релюха можно хорошо нагружать его но все всевозможными наверное устройствами которые в быту обычно ты используешь кому нужно такое реле вот показал тебе как она работает как им управлять вкратце там есть еще возможно много еще функций которые я не раскрыл вам по цене алиэкспресс забирай у меня его в украине в telegram заходи или же пиши комментарии здесь в ю тубе под этим видео прошлое видео смотрите 4 контактный модуль 4 релюхи можешь настраивать их тоже как тебе угодно всем удачи до следующих видео